Беспечность родителей, вседозволенность детей, неконтролируемый интернет могут привести к непредсказуемым событиям, в которых от недоброживателей серьезно могут пострадать несовершеннолетние дети. Этому было посвящено заседание в Доме правительства. Подробнее расскажет Мадина Каракетова. Основной доклад был об эффективности мер по предотвращению и пресечению преступлений насильственного характера в отношении несовершеннолетних, в том числе и половой неприкосновенности и половой свободы. Старший инспектор отдела организации деятельности участковых, уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карачао-Черкесии Ислам Магулаев в своем докладе рассказал о работе, проделанной их отделом по заявленной теме. Полиция наряду с прокуратурой и Следственным комитетом предпринимают все необходимые меры в борьбе с такого рода преступлениями, и, как рассказал в комментарии вестям руководитель отдела организации деятельности участковых, уполномоченных и ПДН МВД по Карачао-Черкесии Кемал Гербеков, они сумели достичь значительных результатов в этой работе. По 9 месяцам у нас имеется снижение на 28,5%. Данное снижение достигнуто профилактической работой, проводимой подразделениями ПДН совместно с КДН республики. Значительную роль в предотвращении преступлений такого характера играют профилактические беседы с подростками. В основном жертвами преступлений против половой неприкосновенности становятся несовершеннолетние дети из неблагополучных семей и дети, оставленные без родительского надзора. Мы их в основном более чаще посещаем, более глубже профилактическая работа проводится. И также мы среди педколлективов в родительских собраниях до родителей доводим, как им организовать взаимодействие со своими детьми. С адекватчиком по теме выступил старший следователь контрольно-следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Аслан Шураев. Отвечая на вопросы, участник в заседании, где они все недорабатывают в борьбе с этой проблемой, Аслан Шураев поделился мнением, что в век информационных технологий в открытом доступе слишком много неконтролируемой информации тематических групп, куда подростки активно вовлекаются. В просторах интернета также много маргинальных личностей, жертвами которых могут стать подростки. И от этих влияний детей может уберечь семья, назидание семейных ценностей, моральных устоев и правил. Вопросы воспитания в семье в первую очередь, вопросы разумного контроля над несовершеннолетними, разумного, не то чтобы так деспотично, а чтобы знать, чем живет несовершеннолетний, какие у него интересы и так далее и тому подобное. Поэтому это комплексная проблема, она плоскостью уголовно-правового регулирования, она, конечно, вряд ли решится. Это комплексный подход нужен. Комитет по делам несовершеннолетних в свою очередь также работает на профилактику правонарушений, связанных с детьми Светланы Лещенко. Руководитель комитета в Узджагутинском районе выделяет три аспекта, вызывающие опасения за здоровье и безопасность несовершеннолетних. Это разрешение родителей несовершеннолетним управлять транспортными средствами, бесконтрольное нахождение детей на улице в ночное время, то есть после 22 часов, но и этические вопросы, связанные с интернетом, когда подростки выкладывают в сеть неприглядные фотографии друзей или знакомых, сделанные в неудобные для них моменты. Комитет по делам несовершеннолетних работает не только с неблагополучными семьями, но и помогает тем семьям, которые вот-вот оступятся. Сегодня, например, в рамках вот не совсем простой геополитической ситуации и то, что сегодня многие папы находятся в зоне СВО, мы для себя поставили главной целью работу не только с теми категориями, которые вызывают, ну может быть, опасения, но и формируем у наших несовершеннолетних такую позицию, как жизнестойкость, что в любой ситуации можно найти выход и постараться преодолеть ту или иную жизненную ситуацию. Решили, что все структуры, на которых возложена работа по профилактике правонарушений несовершеннолетними и против несовершеннолетних, должны тесно взаимодействовать, и эта работа должна носить постоянный характер, ну и, конечно, активно вовлекать в эту работу семью. Водинокоракет Валия Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.